Всем привет мои дорогие друзья я рад вас приветствовать на моем новом ролике надеюсь вам понравится и вы не забудете поставить лайк подписаться дальше зайти на мой бустер и поддержать меня ведь именно так выражается самую наибольшую поддержку сейчас идет переломный момент моего канала вы набираете актив я стараюсь улучшаться мере своих сил и надеюсь вам понравится этот ролик приятного просмотра. Всем привет мои дорогие друзья я рад вас приветствовать на новом ролике хочу вас предупредить то что у меня есть телеграм канал диссио арт сервер и много чего еще но самое важное сейчас это то что есть на бусте так как на бусте сейчас есть особая цель доната называется она на день рождения автора канала сбор до 1 ноября если же все успеют собрать ту сумму которая там то я автор канала эпик санс выложу все что есть на бусте в ютюб и дзен. Батаранг взлетел вверх выбив оружие темного эльфа из его рук а другой попал ему прямо в лицо дезориентировав его настолько что Вальстагг с криком бросился на него со своим боевым топором который он использовал чтобы разделить эльфа пополам. Однако и Бэтмен не стоял на месте он бросился на другого эльфа схватив копье одного из павших стражников которое он повернул вокруг себя чтобы служить щитом от выстрелов эльфов. Его действия принесли плоды вскоре он приблизился вынудив эльфа вступить с ним в ближний бой. Используя копье в своих целях Бэтмен быстро обезоружил эльфа а затем вонзил копье его в горло. Бэтмен смотрел в глаза эльфа наблюдая как жизнь вытекает из его тела а затем отпустил его позволив эльфу упасть на пол с копьем все еще застрявшим в горле. Битва вокруг Бэтмена становилась все более напряженной, все больше асгардских воинов бросались в бой с темными эльфами. Без энергетических щитов эльфов становилось все больше, но Бэтмен не обращал на них внимания и сосредоточился на эльфе, который, как он был уверен, был малекитом. Бэтмен не терял времени, преследуя его, быстро расправляясь с каждым, кто осмелевался приблизиться к нему. Но по мере того как эльфов становилось все больше, и он постепенно замедлился. Обступившие его противники, казалось, могли задавить его числом. Но это лишь заставило Бэтмена сражаться еще яростнее. Фридг посмотрела на малекита, который пытался схватиться с Джейн. Она вытащила нож, чтобы вступить с ним в бой. Фридг стремительно кинулась на врага, и ее короткий клинок полетел со скоростью ветра. Нож почти попал в глаз малекита, но он быстро отбил атакующую руку от своего глаза, в результате чего удар Фридг прошел мимо него, не причинив ему вреда. Но королева была не из тех, кто легко сдается, она продолжила атаку и ударила локтем в челюсть малекита, не давая ему приблизиться, а затем нанесла удар ногой в грудь и еще дальше. Это было ужасающе мощное комбо из самых сильных ее ударов. Малекит был шокирован такой прытью. Пропустив два удара подряд, он рухнул на землю. Увидев, что он лежит на земле и пытается подняться на ноги, Фридг схватила свой нож и бросилась на него, легко перемахнув через мебель и оказавшись прямо над ним. Но когда ее нож был в нескольких дюймах от него, огромная сила обрушилась на нее сбоку, повалив ее на пол, и нож выскользнул из ее рук. Она вскрикнула от боли, пытаясь дотянуться до ножа, но тут ее поднял нападавший, который держал ее в таком жестоком захвате, что она едва могла дышать, не говоря уже о том, чтобы вырваться. Она продолжала бесполезную борьбу, пока Малекит загонял в угол Джейн, пытавшуюся вырваться во время хаоса. Но когда его рука прошла сквозь нее, Малекит понял, что она всего лишь иллюзия, созданная магией королевы. Он обратился к ней с яростным вопросом о местонахождении Джейн, но Фридг, как королева, отказалась сдаться. «Тогда можешь умереть», — ответил Малекит, когда нападавший позади нее двинулся выполнять приказ своего короля. Тут же раздался свистящий звук, за которым последовал вопль боли нападавшего ему отрубили руку. Фридг упала на пол коленом вперед, отчаянно наполняя легкие воздухом. Все присутствующие повернулись к источнику нападения и увидели человека, одетого во все черное, с плащом еще более темного оттенка черного цвета, на его шлеме торчали острые выступы, а на груди был символ летучей мыши. Фридг никогда раньше не видела этого человека, но слышала о нем рассказы от своего сына Тора. Если она правильно запомнила, он был одним из друзей ее сына. Тор называл его «Человек-летучая мышь». Пока Фридг разглядывала своего спасителя, существо, потерявшее свою силу, стало надвигаться на Бэтмена, который принял боевую стойку, готовый расправиться с атакующим существом. Малекиджа повернулся к королеве, не заботясь о том, чтобы сосредоточиться на битве, словно победа уже была ему обеспечена. И тут раздался резкий свист, который окончился тяжелым ударом и шипением. После чего раздался душераздирающий вопль. Это Мьёльнир ударил его в лицо, обуглив его и заставив испустить жуткий крик. Этот крик заставил существо, которое собиралось вступить в контакт с Человеком-летучей мышью, остановиться и подбежать к нему, чтобы помочь ему подняться, двигаясь к балкону, с которого они пытались сбежать. Бэтмен и Тор, однако, не хотели этого видеть. Человек-летучая мышь погнался за ними со своими батарангами на готове, а Тор призвал Мьёльнир, который вернулся в его руки. Вдвоем они пустили в ход свое оружие. Первыми в контакт вступили батаранги, отняв у существа вторую руку, а Мьёльнир отправил обоих на балкон. К сожалению, они не погибли, так как упали в свой корабль и тут же улетели прочь. Тор увидел это и оставил мысли о преследовании, бросившись к матери, чтобы спросить, все ли с ней в порядке. Его взгляд остановился на её шее, где красовался очень заметный синяк. Так чего же ты хочешь, брат? Бэтмен стоял в комнате и смотрел, как люди суетятся вокруг королевы, которая пыталась сказать им, что это всего лишь синяк, который уже зажил благодаря асгардианской магии. Хватит. Оставьте меня в покое. Проговорила королева, заставив суетящихся людей поклониться и уйти. Но они остановились, когда вошел один в доспехах и с копьем на готове. Позаботьтесь о ней. Сказал один тоном, не оставляющим места для споров. Я им сказала оставить нас, ответила Фрик в том же тоне, когда они с мужем сцепились взглядами. Вскоре один сдался и позволил целителям наконец уйти. Мать, ты уверена, что с тобой все в порядке? Может быть, мы могли бы позволить целителям вернуться и проверить тебя еще раз, просто чтобы убедиться. Заговорил Тор, явно придерживаясь того же мнения, что и его отец. Ты мать или я? Поверь мне, мой мальчик, я в порядке. Как насчет твоей подруги, она в безопасности? Спросила Фрик. Да, она в безопасности. И учитывая все приготовления, если маликит или кто-либо из этих мерзких творей еще раз покажет себя, им не стоит надеяться, что они уйдут живыми, закончил один, вонзив копье в землю. И как это произошло? Это что, была шутка, отец? Тор заговорил, отвернувшись от матери и сосредоточив свое внимание на отце. Они приходят в наш дом и убивают наших людей. Я не хочу думать о том, что могло бы случиться, если бы там не было моего друга. Нет, отец. Я предлагаю дать им бой, как ты делал это в старые времена, отец. Довольно. Воскликнул один, прерва втора, я больше ничего не хочу слышать. С этими словами один повернулся и вышел из комнаты. А что с Джейн Фостер? Наконец заговорил Бэтмен, молча наблюдая за их разговором. Один повернулся к нему, сузив глаза. Леди Джейн в безопасности, и так будет и впредь. Бэтмен молча смотрел, как один оставляет их троих одних в комнате. Ты прав, мы не можем ждать, Бэтмен повернулся к Тору, который крепче сжимал Мьёльнир. Я согласна с вами двумя, проговорила Фригг, садясь на кровати, мы действительно не можем ждать, пока Малекит соберет свои армии. Мы действительно должны дать ему бой, но в то же время Малекит враг, существовавший еще до появления Асгарда. Сила Малекита в эфире, без него он не более опасен, чем любой другой человек, проговорил Тор. Эфир, который сейчас находится в Джейн Фостер, и у нас нет способа разделить их, добавил Бэтмен, заставив обоих замолчать в раздумье. Малекит пришел сюда и не выглядел разочарованным, когда понял, что эфир находится в Леди Джейн, королева заговорила после минутного раздумья. Это значит, что у Малекита есть способ извлечь эфир из Джейн, добавил Бэтмен, отчего Тор вскочил на ноги с вновь обретенной целью. Тогда мы должны отправиться прямо к нему и попросить его отделить его от нее, а когда это будет сделано, мы убим его. Тор схватил Мьёльнир, готовый отправиться в путь, когда Бэтмен остановил его действие. Твой отец знает, что Малекит хочет похитить Джейн. Поэтому он поставил вокруг нее охрану, и даже если бы мы добрались до нее, как бы мы ушли с ней. Твой друг прав. Твой отец наверняка контролирует все входы, и я не вижу способа, которым вы смогли бы уйти, согласилась Фридг с Бэтменом. Есть один человек, который наверняка знает, как отсюда выбраться, грустно улыбнулся Тор, размышляя о способе. Фридг только через мгновение поняла, о ком говорит ее сын, о чего ее губы сжались. «Я очень сомневаюсь, что твой брат захочет тебе помочь», — сказал Бэтмен. «Он мой брат, и я уверен, что смогу снова привлечь его на свою сторону», — с этими словами Тор вышел, чтобы поговорить с Локи. Бэтмен еще раз взглянул на Фридг, после чего отправился вслед за Тором в камеру. Звездочка, звездочка, звездочка. Состояние темницы говорило о том, что она сильно пострадала. Тело были убраны, но пятна крови остались. Пройдя дальше, двое оказались перед единственной камерой, которая осталась нетронутой. Заглянув в нее, они увидели, что она совсем не похожа на другие камеры в этом месте, а больше напоминает роскошную комнату с книгами и другими вещами, аккуратно расставленными по комнате. Локи продолжал игнорировать присутствие двоих, казалось, сосредоточившись на книге, которую он держал в руках. Наконец, через минуту он заговорил. Хм, значит, они были правы. Они случайно не получили твою. Как там ее звали? Ах да, Джейн. Я слышал, у нее есть то, что нужно эльфам. Нам нужна твоя помощь, брат, сказал Тор, о чего Локи захлопнул книгу и разразился хохотом. Ты просишь меня о помощи. Вот это зрелище. Ха-ха-ха. Твоя мать могла умереть. Заговорил Бэтмен, привлекая внимание к своей стороне, и это была бы твоя вина, если бы она умерла. Слова Бэтмена заставили Локи сделать выпад вперед и ударить по энергетическому полю, разделявшему их, вызвав пульсацию, которая полностью сосредоточилась на Бэтмене. Оба ничего не сказали, просто уставившись друг на друга. Пожалуйста, брат, нам нужна твоя помощь, чтобы мы могли отомстить тем, кто посмел наложить руки на мать. Сражайся рядом со мной, как и раньше, брат. Снова заговорил Тор. Она не моя мать. Но месть интересует меня. Так чего же ты хочешь, брат? Вырваться из Асгарда. Составив план, Бэтмен направился к комнате Джейн. Используя тени и придерживаясь потолка, ему удалось избежать большинства охранников, доказав, что независимо от планеты люди просто не смотрят вверх. Вскоре он приблизился к комнате, где она находилась. Но сразу он ничего предпринимать не стал, а остался на месте, видя, что вокруг двери много охранников. Кроме того, ему негде было спрятаться. Поднеся руки к уху, он активировал свой коммуникатор. Я на месте. Хорошо, я услышал тебя. Волстагг, теперь твоя очередь. Раздался голос Тора. Вскоре последовал ответ Волстага. Есть. Через несколько мгновений во дворце раздались сигналы тревоги, и Бэтмен воспринял это как сигнал к наступлению. Два батаранга пролетели мимо, унося двух человек, и объявили о присутствии Бэтмена. Стражники, к их чести, быстро встали в строй, направив наконечники копий в сторону Бэтмена. Стоять во имя всеотца. Воскликнул один из них, когда Бэтмен просто стоял на месте, не показывая никакой боевой стойки. Сделав шаг вперед, стражники решили атаковать. Полагаясь на свою скорость, Бэтмен бросился в атаку, лишив стражников преимущества в расстоянии. Бэтмену удалось оттеснить стражника в середину импровизированного строя, заставив стражников отказаться от копий в пользу мечей, пристегнутых к поясам. Бэтмен ударил охранника коленом в живот, а затем добил его ударом в челюсть, отправив в нокаут. Затем Бэтмен отбросил потерявшего сознание охранника в одну сторону. Отбросив часть охранников и заставив остальных отойти в сторону, Бэтмен получил возможность уйти, избегая ударов, которые охранники намеревались нанести ему по голове. Бэтмен вытащил пару батарангов, которые держал в обеих руках как кинжалы, встречая охранников в бою. Одним быстрым движением он обошел одного стражника и схватил его за спину, а затем отбил удар другого, получив при этом новое оружие. С мечом в руках Бэтмен почувствовал себя совершенно иначе. Охранники тоже это поняли. Опытные воины сразу сообразили, что в этом случае у асгардийцев не было ни единого шанса. Но отступать они не имели права, а Бэтмен не желал их убивать. К счастью, его мастерство позволило ему просто оглушить противников, нанося удары плоской частью меча. Лезвие меча, соприкасаясь с кафельным полом, звенело в тишине залов. Бэтмен постучал в дверь и позвал Джейн. Несколько секунд все молчали, прежде чем Джейн выскочила с кинжалом на готове. Бэтмен быстро выхватил кинжал из ее руки и удержал ее на месте, когда они взглянули друг другу в глаза, Джейн испустила вздох облегчения. На минуту я подумала, что Мали, ее слова оборвались, когда она увидела бессознательных асгардианцев, которые теперь усеивали коридор. У Тара есть план, но его отец не согласен, единственное объяснение, которое дал ей Бэтмен, протягивая плащ. На день это. Наш отвлекающий маневр сработал, но это лишь вопрос времени, когда новые воины асгарда придут сюда. Делай, что я говорю, именно то, что я говорю. Сурова проговорил Бэтмен. И только тогда она кивнула в ответ. Оба держались в тени, направляясь к месту назначения. Большое количество охранников промчалось мимо них, направляясь к тому месту, где он вызволил Джейн, что означало, что у него осталось мало времени, так как их место назначения быстро станет ясно одену, как только он обнаружит отсутствие Джейн. Планы изменились, держитесь ближе. С этими словами Бэтмен вышел из тени и выстрелил из батарангов в ближайших к нему охранников. Внезапная атака застала охранников врасплох, несколько батарангов полетели в их сторону, создав облако дыма, лишившее их зрения. Бэтмен схватил Джейн и начал бешено мчаться в сторону корабля, который ранее врезался во дворец. Охранники продолжали наседать на Бэтмена, который полагался на свою взрывчатку и дымовые шашки, чтобы держать их на расстоянии. Он знал, что если он остановится, чтобы вступить с кем-то из них в настоящий бой, он уже не сможет уйти с Джейн. Вскоре они прибыли на место крушения корабля и увидели Тора и Локи, которые стояли перед кораблем. Тор бросил взгляд на них и стражников, сидящих у них на хвосте, и выпустил Мьёльнир, молот полетел в арку, мимо которой только что прошли Бэтмен и Джейн, и упал, временно преградив путь стражника. «Я думал, ты славишься своей скрытностью», — проговорил Локи, когда они пробирались в корабль, не упустив возможности поиздеваться над Бэтменом. Бэтмен повернулся и просто окинул Локи взглядом, отчего насмешливая ухмылка Локи исчезла и сменилась едва скрываемым гневом. Локи хотел было заговорить, но взрыв импровизированной баррикады Тора заставил их броситься в космический корабль, который вскоре улетел, едва избежав лазерных взрывов, обрушившихся на них. «Брат, я бы не хотел торопить тебя, но как нам выбраться отсюда?» — закричал Тор. Продолжая управлять космическим кораблем, Локи ответил спокойным тоном. «Просто держи курс, доверя мне. Сварта Левхея. Банк. Бум. Отсутствие у Тора навыков пилотирования становилось все более очевидным по мере того, как их корабль получал все больше и больше повреждений от непрекращающегося обстрела. К черту. Двигайся. Воскликнул Бэтмен, вырывая управление у Тора, который отказывался отдавать его, пока не увидел взгляды Локи и Джейн. С кораблем под своим контролем Бэтмен начал вилять вокруг, избегая лазерных ударов, и быстро влетел в торговую зону. Находящиеся внизу воины, которые все еще приходили в себя после атаки, увидели направляющийся к ним корабль и с криками бросились в укрытие, полагая, что это еще одна вражеская атака. Бэтмен продолжал опускать корабль, пока не оказался прямо посреди зданий, одно неверное движение и корабль врежется в здание, положив конец их дерзкой попытки бегства. Что, во имя всего святого, ты делаешь? Воскликнул Локи, держась за то, что было ближе всего к нему, чтобы не упасть, я сказал тебе держать курс. Ты собираешься убить нас всех. Продолжал восклицать Локи, когда они едва избежали сильного огня. Я знаю, что делаю, холодно отрезал Бэтмен и сделал резкий поворот, заставая своих преследователей врасплох и заставляя их разбиться. Мастерский пилотаж Бэтмена заставил всех не только крепче держаться, но и восхищенно цакать языком. Локи даже хотел пошутить, что глупо меньшего ожидать от летучей мыши. Бэтмен знал, что если бы их считали настоящими врагами, асгардийцы без колебаний взлетели бы и обрушили на них адский дождь. Но учитывая, что в корабле находились два принца, а также хозяин камня реальности, никто из них не осмелился этого сделать, что позволило Бэтмену продолжать уничтожать преследователей. Вращаясь, Бэтмен пролетел мимо двух зданий, немного поцарапав свой корабль, после чего взлетел в небо, используя дымовую завесу. Это позволило Бэтмену на время оторваться от своих преследователей. Тор первым осознал, что преследователи потеряли их. Ха-ха-ха. Ты сделал это, мой друг. Ты сделал это. Тор продолжал хлопать Бэтмена по плечу, на его лице появилась широкая ухмылка. Локи, куда теперь? Этот корабль долго не продержится, слова Бэтмена вместе со звуками тревоги предупредили их о грядущей сложной ситуации. Локи двинулся вперед, ища глазами выход, в то время как звуки в корабле становились все громче и тревожнее. Нам туда. Крикнул Локи, указывая вперед, заставляя Бэтмена лететь в указанном направлении. Но когда они приблизились, Джейн взволнованно проговорила. Ты уверен, что правильно вспомнил? Потому что там только камни. Брат, там нет ничего, кроме камней. Прорычал Тор. Конечно, это выглядит именно как каменная скала. Если бы этот проход был очевидным, тогда это не было бы секретом, не так ли? Слова Локи заставили их замолчать, но когда они приблизились к горе камней, голова Тора завертелась, его внимание быстро переключилось между горой камней и братом, который вновь обрел уверенную ухмылку. Когда они приблизились к скале, недоверие и страх внутри Тора и Джейн взяли верх, заставив их закричать, закрыв глаза. Бэтмен сосредоточился на том, чтобы пролететь сквозь скалу и оказаться в совершенно новом месте с незнакомым небом. Когда они вошли в новое царство, корабль окончательно развалился. Он упал в пустыне, врезавшись в барханы внизу и подняв вверх огромные волны песка. После крушения на несколько секунд воцарилась жуткая тишина. Но потом с грохотом приземлились, отвалившиеся ранее большие куски корабля. К счастью, они упали на некотором расстоянии. Тор первым выбрался наружу и осмотрел окрестности, после чего повернулся назад, чтобы помочь Джейн выбраться из корабля. Когда оба оказались на земле, Бэтмен выпрыгнул наружу, а за ним последовал недовольный Локи. Хм, так это свертали в Хейм, Локи оглядел море песка, честно говоря, я ожидал чего-то большего от дома легендарных темных эльфов, Локи прищелкнул языком, продолжая. «Мы должны найти Маликита, чтобы он смог вытянуть эфир. Затем мы убим его». Прорычал Тор, крепче сжимая Мьёльнир. «Только не говори мне, что ты ожидаешь, что он просто сделает то, что ты скажешь. Если это так, то ты еще больший дурак, чем я ожидал», — заговорил Локи, не желая упустить шанс подколоть Тора. Локи Тор, легко разозлившись, повернулся к Локи, но был остановлен Бэтменом, который появился перед ним. «Хватит об этом». Локи прав, слова Бэтмена заставили ухмылку на лице Локи стать еще более дикой, наконец-то кто-то заметил мое величие. На эти слова Бэтмен вскинул бровь и продолжил. «Малекит не станет просто так выполнять наши просьбы. И ты это сам отлично понимаешь. Поэтому, чтобы заставить его сделать это, нам нужно, чтобы он поверил, что контролирует ситуацию, и для этого у меня есть план». После слов Бэтмена в глазах всех присутствующих промелькнуло выражение согласия. «И каков же твой план?» Спросила Джейн. Предательство Локи. Темные эльфы под предводительством Малекита и Альгрима направились к месту, где они почувствовали беспорядки в своем царстве. Однако они остановились, заметив три фигуры, которые стояли на вершине горы и смотрели на армию. «Прежде чем мы продолжим все это, я хотел бы еще раз подчеркнуть, насколько дерьмовым является этот план», обратился Локи к Бэтмену, стоявшему справа от него. «Я согласен с Локи», — сказал Тор, заставив Локи взглянуть на него с прищуренной бровью. «Ну, это впервые, но раз уж мы снова на одной стороне. Ты не против помочь с этим?» Локи поднял руки, на которых были наручники. Тор посмотрел на наручники, а затем снова посмотрел на Локи взглядом, который ясно говорил, «ты принимаешь меня за дурака». «Нам понадобится любая помощь, чтобы справиться с ними», — проворчал Бэтмен, прерывая поединок взглядов. Тор бросил на Локи последний взгляд. «Я тебе доверяю». С этими словами он освободил Локи, хотя при этом на его лице было выражение крайнего недовольства. Локи потер запястье, освобожденные от оков. Теперь трое снова стояли перед армией, но прежде чем они ринулись в бой, Локи снова заговорил. «Знаешь, Тор, иногда стоит доверять своим инстинктам». И тут же крик боли вырвался из уст Тора, когда он обнаружил нож, всаженный ему в спину. Бэтмен быстро среагировал, чтобы нанести удары в голову Локи, но Локи подобрался ближе и поднял Бэтмена за горло. «Знай свое место, Смертный». Яркая вспышка была замечена всеми, прежде чем Бэтмен полетел вниз с горы, прочета всех, создавая облако пыли при столкновении с землей. Тор, превозмогая боль, попытался ударить Локи, но был сброшен вниз с горы. Темные эльфы внизу неподвижно наблюдали за происходящим, не проявляя никаких признаков вмешательства. Скатившись с горы, Тор наконец ударился о землю, издавая стоны боли. «Неужели ты действительно думал, что я помогу тебе?» Нога Локи влетела в бок Тора, а чего он закричал еще громче, «Ты думал, что, сказав несколько слов о том, что случилось с Фридг, я помогу тебе?» Локи продолжил топтать голову Тора, с каждым ударом все сильнее выминая ее в грязь. Переместившись и встав рядом с ним, он продолжил. «Единственное, чего я когда-либо хотел, это чтобы ты и один были мертвы и валялись у моих ног». Тор протянул руку, призывая Мьёльнир, который находился на некотором расстоянии от него. Его рука была отрублена еще до того, как его молот оказался рядом, и Мьёльнир безвредно упал в грязь, а Тор издал мучительный крик боли. «Нет». Раздался крик Джейн, когда она бросилась к Тору. «Маликит, я Локи из Етунхейма, и я принес тебе подарок». Локи оторвал Джейн от ее любовника и подтащил ее к принцу темных эльфов, и все, что я прошу взамен, это занять место в первом ряду, когда горит Асгард. Уж очень мне хочется посмотреть на это зрелище. «Маликит» молча наблюдал за происходящим, когда Альгрим наклонился к нему и заговорил с ним на языке темных эльфов, объясняя, как он нашел Локи в камере и как направил его к Фрик. Локи, понимавший этот язык, поморщился при последнем слове, но сумел не показать этого на своем лице. «Маликит» посмотрел на Джейн, которую Локи бросил к его ногам, и жестом пригласил Локи присоединиться к нему. Локи двинулся к Альгриму, а Маликит проигнорировал все, подняв руку, от чего Джейн зависла в воздухе. На некотором расстоянии позади этой сцены стоял Бэтмен, о котором все забыли. Он с тревогой наблюдал за происходящим. Его устройство было спрятано на теле Джейн, что означало, что он обязательно получит энергетическую сигнатуру. Единственный вопрос теперь заключался в том, обнаружит ли его и Маликит. Эфир вырвался из тела Джейн всего за минуту, после чего снова образовался над ее рукой. Когда Джейн упала обратно на землю, Тор закричал. «Сейчас». Поэтому сигнал у Локи снял иллюзию, показав, что Тор невредим. Когда Мьёльнир перелетел к нему в руку, Бэтмен распахнул свой костюм сзади, уничтожая армию темных эльфов, которые были застегнуты врасплох. Выпущенный симбиот рвал армию темных эльфов на куски. Это было даже не убийство, и не бойня. Это больше походило на работу какой-то бездушной сельскохозяйственной техники, что механически выпалывает сорники. На такое зрелище даже Маликит обернулся. Он не мог поверить в происходящее и решил взглянуть. Но тут Тор выпустил молнию, направленную прямо в эфир, что вызвало мощный взрыв, образовавший гигантское грибовидное облако. Тор улыбнулся, но вскоре улыбка исчезла, когда вокруг него поплыли осколки эфира. Глаза Тора расширяются в замешательстве и страхе, когда он с удивлением обнаружил, что осколки летят обратно к Маликиту и восстанавливают эфир. Бэтмен, наблюдающий за всем этим, возвращает костюм в исходное состояние, намереваясь сохранить его энергию, и начинает сражаться с армией, используя только свои навыки и оружие. Битва за девять царств была в самом разгаре. Тор быстро пришел в себя, но был отброшен Маликитом, который использовал эфир. Однако Тора это не остановило, и он попытался преследовать уходящего Маликита. Его атака была прервана появившимся перед ним Альгримом. Боевой инстинкт Тора включился, и он бросился прямо на Альгрима, но Альгрим просто отошел в сторону, а затем ударил Тора в спину, отчего бок грома снова взлетел в воздух. Пока продолжалась битва между Тором и Альгримом, армия темных эльфов двинулась на Локи и Бэтмена. Они планировали не дать Локи добраться до Альгрима, а Бэтмену до Маликита, который все ближе и ближе подбирался к его кораблю. Бэтмен из Далстон, когда клинок одного из темных эльфов сумел пробиться сквозь его защиту и пронзить его. Бэтмен быстро вытащил клинок и перерезал горло эльфу, который это сделал. Его плащ моментально превратился в шипы и пронзил эльфов, которые пытались ударить его со спины. Получив свободу действий, Бэтмен выпустил Бэтаранг, но Бэтаранг не смог причинить вреда Маликиту, так как эфир просто образовал щит, блокирующий его. Маликит лишь бросил на Бэтмена безэмоциональный взгляд и продолжил свой путь. Бэтмен выпустил несколько взрывных устройств, отправив в полет эльфов вокруг себя, а также нанеся видимые повреждения своему костюму. Бэтмен начал свой безумный спринт к Маликиту, пока его костюм продолжал восстанавливаться. Маликит Закричал Бэтмен, когда Маликит уже собирался взойти на его корабль, заставив принца тьмы повернуться к нему. Маликит наблюдал, как Бэтмен продолжал косить эльфов, которые приближались к нему без особых усилий. Действия Бэтмена заставили Маликита нахмуриться, но принц не хотел тратить время на Бэтмена, поэтому он выпустил эфир на некоторых своих подчиненных. Его неожиданные действия заставили Бэтмена остановиться и с растущим любопытством наблюдать за целями Маликита. Эльфы издавали такие жуткие крики, что даже их собственные союзники решили оставить между ними некоторое пространство. Их жуткие крики вскоре перешли в звериный рев, когда некогда темные эльфы превратились в каких-то деформированных существ. Их рост достигал 9 футов, а кожа была абсолютно черной, как черная земля, на которой они стояли. В многочисленных трещинах, которые теперь покрывали их кожу, пульсировали красные огоньки, их глаза потеряли все признаки интеллекта и теперь были наполнены только убийственными намерениями. Маликит, наблюдавший за всеми этими изменениями, удовлетворенно ухмыльнулся, прежде чем войти в свой корабль. Увидев, что двери корабля начали закрываться за Маликитом, Бэтмен бросился вперед, и от его неожиданных действий чудовища издали звериный рев и бросились на него. Бэтмен видел это, но продолжал бежать, не проявляя никаких признаков замедления. Когда он был всего в нескольких дюймах от первого из чудовищ, его рука с невероятной силой и скоростью ударила когтями прямо по голове. Полагаясь только на инстинкт, Бэтмен проскользнул между ног существа и перерезал ему сухожилие, но тут же расширил глаза, увидев искры, образовавшиеся при соприкосновении быторанга с кожей существа. Бэтмен не успел ничего сообразить, как перекатился в сторону, избегая удара двух кулаков в то место, где он когда-то был. Хорошо расположившись, Бэтмен оттолкнулся спиной, впечатав обе ноги в лицо тога, кто пытался раздавить его как букашку. Бэтмен был ошеломлен еще раз, когда его удар, усиленный ударной функцией, способный отправить в полет даже носорога, просто заставил существо отступить на несколько шагов назад. Осознав, что ему нет равных, Бэтмен бросил взрывчатку, которая оглушила надвигающихся на него существ на достаточное время, чтобы Бэтмен смог отпрыгнуть и оставить между ними пространство. Как только его ноги коснулись земли, Бэтмен выпустил 10 быторангов, которые зацепились за одно из существ и выпустили огромное количество электричества. Оно удерживало существо на месте в течение нескольких секунд, пока остальные пробегали мимо него. Бэтмен ухмыльнулся, увидев, что его действия возымели эффект, значит, эти существа не были неуязвимы. Руки Бэтмена превратились в клинки, готовые встретиться с существами, но остановились, когда молния обрушилась на существ, превратив двух из них в пепел. Бэтмен повернулся к источнику, чтобы увидеть Тора, который теперь был покрыт ранами и летел к нему. Они кивнули друг к другу, прежде чем Тор раскрутил Мьёльнир и бросился на другое существо, оставив то, которое Бэтмен первоначально оглушил. Взмахнув клинками, Бэтмен начал обмениваться ударами с этим существом. Даже с усиленным костюмом Бэтмен с трудом выдерживал удары монстра. Бэтмен снова встал на ноги, выплюнув полный рот крови, когда его кулак вновь обрел прежнюю форму. Существо не собиралось позволять Бэтмену отдыхать и с ревом бросилось на него. Бэтмен подтянул себя поближе с помощью крюка для захвата, запустив пять взрывных батарангов в пасть существа. Существо повернулось лицом к Бэтмену как раз в тот момент, когда оно взорвалось изнутри. В этот момент к Бэтмену подошел Тор, разобравшись с остальными. Но прежде чем они успели заговорить, их внимание привлек еще один взрыв. Повернувшись к источнику взрыва, они увидели яркую оранжевую вспышку в том месте, где Локи сражался с Альгримом. Тор и Бэтмен переглянулись и помчались к источнику взрыва. В земле образовался небольшой кратер, в центре которого лежала груда черных костей. Альгрим, подумал Бэтмен, глядя на это. Он повернулся, чтобы начать искать Локи, но остановился, услышав крики Тора. Повернувшись к Тору, он увидел бледное тело на руках Тора. Локи. Локи. Ты слышишь меня? Звал Тор своего брата. Бэтмен и Джейн посторонились, давая возможность Тору прийти в себя. Да, Тор, ответил Локи почти шепотом. Оставайся со мной, брат. Боюсь, что этого не случится, Тор, когда его сущность покинула тело прямо на глазах Тора, Тор понял, что это значит. Я расскажу отцу, что ты сделал здесь сегодня, Локи, расскажу. Я сделал это не для него, с этими словами Локи испустил последний вздох. Тор подтолкнул брата в пщетной попытке добиться ответа от человека, который был рядом с ним более тысячелетия, но не получил никакого ответа. В результате Тор закричал, обращаясь к небесам, давая волю своему горю. Бэтмен, молча стоявший в стороне, лишь бросил короткий взгляд на предполагаемый труп Локи и больше ничего не сказал. Джейн подошла к Тору и тихо сказала ему. Тор, мы должны идти. Она права. Малекит уже ушел с эфиром и тем, что осталось от темных эльфов. Мы не можем здесь оставаться, добавил Бэтмен, прежде чем сфокусировать свое внимание на Джейн и двинуться к ней. Бэтмен знал, что в фильме им удалось уйти отсюда, и если бы его здесь не было, все, вероятно, развивалось бы так же. Однако Малекит создал своего рода мутации, чтобы справиться с ними. Этих мутаций не существовало в оригинальном фильме. Но на данный момент со всеми изменениями, которые Бэтмен делал в фоновом режиме, он считал, что пришло время перестать думать о них как о надежной защите. Конечно, они могли помочь в предсказании и хронологии определенных событий, но их больше нельзя было использовать для предсказания результата. Дуэт Тора и Джейн смог покинуть это царство только потому, что в пещере, куда они переместились, был портал, соединяющий с Землей. Убедительность сюжета, если хотите. Но в случае с другой битвой не было никакой гарантии, что при огромном количестве пещер вокруг они просто наткнутся на нужную. Джейн, у тебя все еще с собой фазометр. А? Джейн была застегнута врасплох внезапным вопросом. Но опомнившись, смогла ответить, да, это, вот он, она достала прибор, передавая его Бэтмену. Друг, для чего это? Спросил Тор, поднявшийся на ноги с высохшими слезами и молотом в руке. Гармоническая конвергенция, должно быть, все еще происходит, пока мы говорим. Она усиливается с каждой секундой, приближаясь к своему пику, и если это происходит, то должна существовать связь между всеми царствами, включая сварта Левхея. Бэтмен объяснил им двоим, пока возился с фазометром, пытаясь уловить сигнал. Глаза Джейн расширились, когда она поняла план Бэтмена. Ты планируешь использовать один из этих порталов, чтобы попасть в Мидгард раньше Малекита. Заговорил Тор, придя к тому же выводу, что и Джейн, и получив кивок от Бэтмена. Опираясь на сигнал фазометра, троица пробралась в пещеру. Когда свет в пещере померг, Бэтмен включил свой фонарик, чтобы его спутники могли видеть и в темноте, пока они шли дальше, приближаясь к своей цели. Куда он ведет? Спросил Тор, глядя на портал глазами, наполненными равной смесью надежды и сомнения. Бэтмен хотел было ответить, но сдержался, так как знал, что объяснить это будет трудно, да они и не знали. Неважно, он здесь ненадолго, сказал Бэтмен и прошел через портал, оставив ошеломленных Джейн и Тора смотреть на то место, где он когда-то был. Они быстро последовали за ним. Через мгновение они поняли, что находится в новом месте, которое было знакомо им обоим. Это. Да, это склад, ответил Бэтмен, позволяя Тору и Бэтмену найти его, стоящего на некотором расстоянии от них, Оракул, найди доктора Селвига. Бэтмен, Тор и Джейн прибыли в квартиру, куда их привел Оракул. Открыв дверь, троица вошла в квартиру. И они тут же подверглись стремительной атаке Дарси, которая набросилась на них с шестом. Бэтмен хладнокровно схватил шест и остановил атакующие движения, наклонив голову, чтобы посмотреть на Дарси. А? Так это вы, ребята. Знаете, дверь внезапно открылась, и я, ну, вы понимаете. Дарси заговорила со своей неизменной улыбкой. Джейн прошла мимо них, оглядывая устройства, которые они расставили по квартире. Она нахмурилась и спросила. Что здесь происходит? Ах да. Та да. Мы нашли Эрика. Дарси подошла к Селвигу, жестом указывая на него обеими руками. Эрик, голос Джейн прервался, когда она придвинулась, чтобы обнять его, я скучала по тебе, где ты был. Сказала Джейн, крепко прижимаясь к Селвигу. Это долгая история, но сейчас нам нужно кое-что сделать, произнеся эти слова. Он переключил свое внимание на двух супергероев, стоящих у двери, Тор, Бэтмен, кивнул им Селвиг, после чего перешел к карте, которую он положил на стол. Вы прибыли как раз вовремя, сказав это, Селвиг начал отмечать место на карте, такое уже случалось, тысячи лет назад, и древние были там, чтобы увидеть это. Все великие цивилизации возводили циклопические сооружения, майя, китайцы, египтяне. Они использовали гравитационные эффекты конвергенции. И они оставили нам карту. Карту Сама ткань реальности будет разорвана, безжалостно продолжила Джейн, ее глаза постепенно расширялись. Это позволит Малекиту легко добиться успеха, заговорил Тор, теперь уже на стороне Селвига. Кто теперь? Дарси, которая теперь была совершенно растеряна, вопросительно посмотрела на Тора. Малекит, лидер темных эльфов. Он пытался использовать конвергенцию вместе со своим оружием эфиром, чтобы погрузить вселенную в вечную тьму. Он Локи Тор крепче сжал Мьёльнир, приобретя мрачный вид. Твой брат не придет, да? Нерешительно спросил Селвиг, когда в памяти всплыли воспоминания о том, что Локи сделал с ним. Локи мертв, Тор ответил просто, заставив Селвига ликовать. Слава богу. А? Прости. Мне так жаль, Селвиг быстро сменил тон, поняв, что Тор все еще скорбит. У остальных были сложные взгляды, с одной стороны, им было жаль Тора, потерявшего брата, который явно много значил для него. С другой стороны, вторжение в Нью-Йорк было еще свежо в их памяти. Количество людей, погибших из-за действий Локи, определенно превышало тысячу. Они не могли заставить себя оплакивать такого человека, но не могли и не сказать об этом богу, скорбящему перед ними. И этот конфликт в их сознании заставлял их молчать. Тогда, если он идет сюда. Я предполагаю, что он попытается еще раз разрушить вселенную, доктор Селвиг сменил тему и подчеркнул опасность. Что? Вот дерьмо. Запальчиво воскликнула Дарси, когда глаза ее интернов расширились от ужаса. Доктор, ваши достижения в этой области заслуживают внимания. Есть ли у вас способ остановить конвергенцию? Бэтмен спросил доктора Селвига. Услышав вопрос Бэтмена, глаза Селвига непроизвольно переместились на его устройство, заставив всех остальных проследить за его взглядом. Это сработает, но результат. Нам нужно больше, чем такая установка, если мы хотим закончить конвергенцию раньше. Сколько времени у нас есть до конвергенции? Напряженно спросила Джейн. Очень мало, покачал головой Селвиг. Немедленно приступайте к работе над устройствами. Мы должны быть готовы до прибытия Малекита. Оракул. Естественно, приказал Бэтмен, так как мораль группы упала после слов Селвига. Да, сэр. Раздался голос Оракула в ухе Бэтмена, хорошо, сэр, мне предупредить остальных. Бэтмен сделал паузу на мгновение, услышав вопрос Оракула. Он бросил взгляд на остальных, которые все, кроме Тара, работали над устройствами для прекращения конвергенции. Нет необходимости. Звездочка, звездочка, звездочка. Бэтвинг бесшумно прибыл в Гринвич, в то место, которое, по прогнозам доктора Селвига, должно было стать эпицентром конвергенции. Отключив режим невидимости Бэтвинга, они приземлились посреди улицы, заставив толпы прохожих в шоке смотреть на самолет, появившийся, казалось бы, из ниоткуда. Дарси и ее стажер вышли первыми, за ними последовали Джейн и Эрик, а последними вышли Бэтмен и Тор, готовые к предстоящей битве. Они двинулись устанавливать шипы, когда внезапное появление корабля Малекита заставило всех посмотреть вверх. Он уже здесь. Продолжение следует...